ну в одном из роликов мы показывали вам подробно как правильно посадить плодовые деревья на какую глубину заглубляем корневую шейку где заглубляем и где нет значит надеюсь вы поняли и сажаете делайте именно так как мы вам рассказали но вот часто мне приходится сталкиваться с тем что многие садоводы нарушают технологию и неправильно сажают кустарники ягодные в частности особенно проблемы по малине такого первое значит многие купив малину или взяв у друзей у знакомых хорошие отпрыски саженцы вот таком виде с хорошими корнями длинный мощный побег с почками которые заложились в этом году именно в таком виде и сажают что неправильно и если вы оставите посадить вот этот саженец так оставить то он перезимует и весной здесь вот появятся цветки и кустик будет пытаться ну сформировать урожай дать вам несколько ягод ягодами вы этими не наедитесь но для куста это будет плохо нормально не разовьется и плохо приживется поэтому нормальный правильный саженец малине должен вы выглядеть вот так или вы должны посадив сразу оставив от почвы сантиметров 40-50 и какой длины там дальше этот побег не был вот так мы должны отрезать убрать вот это нам побег не нужен и даже если вот этот весной тронется в рост и засохнет это не страшно нам здесь важны и нужны вот эти почки которые расположены здесь вот около корневой шейки именно из них за лето должны вырасти новые мощные побеги они у нас перезимуют и на следующий год дадут урожай ну а чтобы он этот куст хорошо прижился и корневая система хорошо развелась нужно его правильно посадить и ни в коем случае не заглублять глубоко малину при посадке нужно сажать ровно так же как она росла вот в питомнике при выкопке то есть вот корневая шейка где корень переходит ствол именно здесь вот на корнях или вот на этом штамбике вот их видно есть уже почки из которых будут формироваться с весны новые побеги и вот ошибку которую часто совершают многие садоводы вы роете яму на штык лопаты надо даже лоб же опускаете туда саженец на 10-15 даже 20 сантиметров эту яму сыпите навоз перегной поливаете засыпаете землей уплотняете почву и таким образом вот эти почечки которые должны быть практически около поверхности почвы или в крайнем случае на 1-2 сантиметра заглублены вы их заглубляет на 10-20 они оттуда никогда не прорастут и этот куст погибнет или будет развиваться очень очень слабо в течение нескольких лет может быть что-то где-то появятся новые побеги выйдут на поверхность но как правило такие кусты погибают поэтому вот имейте ввиду по малине сажаем не глубоко что вот эта корневая шейка была на уровне почвы или на 1-2 сантиметра было заглублено ну а что касается посадки смородины крыжовника йошта это гибрид крыжовник со смородиной здесь два варианта 1 можно кустик вот у меня однолетний кустик смородины можно посадить на глубину так как он рос питомники вот заделаем корневую систему и у нас будет два вот этих побега торчать и земли на поверхности можно заглубить на 5 10 сантиметров для этих кустарников это не страшно здесь на заглубленной части образуются новые дополнительные корни корневая система будет еще мощней и лучше будет развиваться вот но иногда вот здесь у основания бывают такие толстенькие хорошо развитые почки поэтому значит не всегда целесообразно их заглублять потому что из них вырастут мощные хорошие побеги и посадим вот такой кустик смородины крыжовника или сразу после посадки вот осенью и наш совет старайтесь по возможности всегда ягодные кустарники сажать осенью потому что здесь у нас времени с середины сентября до начала ноября практически полтора иногда два месяца благоприятной погоды для посадки а весной сначала бывает на участке сыра грязно вы не сможете пройти туда и выкопать ямы потом значит смородина крыжовник как только солнышко пригреет очень быстро распускаются и вы иногда уже не успеваете их посадить потому что с листиками тронувшийся в рост весной пересаживать кусты нежелательно поэтому сажаем осенью и сразу после посадки это можно сделать а можно оставить на весну но весной не дожидаясь пока распустится вот эти почки появятся листики нужно каждый побег торчащий из земли от уровня почвы отчитываем четыре почки ну на кустах где один три побега вот таких я оставляю по четыре почки на кустах где четыре и более побегов при посадке оставляя на каждом побеге по три почки так вот отчитываем мы в на нашем вот этом кустике 4 живых почки и над 4 почка отступив 3 там 5 миллиметров мы вот так вот эти побеги должны с вами обрезать но вот этот маленький слабый его во внимание не берем хотя тоже на нем нормальной почки есть вот так его тоже укоротим и вот у нас получается кустик вот так вот его заглубим 3 побега оставили мы на них по 4 почки из каждой из них за лето вырастет побег 40 50 сантиметров то есть фактически за одно лето при регулярном поливе подкормках мы получим полноценный уже разветвленный кустик на котором будет 12 побегов они закладывают на них закладываются плодовые почки зимуют и на следующий год они уже начинают полносить то есть не три побега побега как вот было первоначально а уже 12 то есть за один год мы формируем такой куст так делается один раз после посадки осенью или весной это обрезка делается значит на смородине крыжовники и и что гибрид крыжок смородину и на небольших кустиках жимолости но а более подробную информацию о том когда и как правильно посадить крыжовник смородину малину ну и вообще другие ягодные кустарники и как правильно их обрезать сразу после посадки или весной можно прочитать в моем новом справочнике 365 удачных дней садовода вся информация здесь подробнейшая по уходу и вот по посадке по обрезке кустарников плодовых деревьев и поворачиваем овощей подробная информация здесь есть